Как его оттуда будут выдалблять? Хрен знает, куда у него там корни уходят. Прям даже страшно. Ну, если не выйду больше в YouTube, так что прощайте, ребята. На днях у меня будет операция на зубы. Сейчас тут загрузится. Я ездил, делал снимок. Называется компьютерная томография. Хочу вам чуть-чуть показать, как это работает. И я не знаю, всем ли нужно делать это, когда вы удаляете свои зубы восьмерки. Называются эти зубы ретинированные зубы. Я столкнулся с этим почти в 35 лет. Это достаточно сцикотно. Значит, не знаю, какие-то переживу. Ну, как-то люди переживают это. И рассказывают об этом уже в прошедшем времени. У меня на днях состоится операция по удалению первой восьмерки на нижней челюсти. А потом второй восьмерки на нижней челюсти. И потом два верхних надо будет убирать. Томограф просвечивает в разных плоскостях мою черепуху. Я себя на снимке не узнал. Очень красивый. Видите, парень? Вообще. Как уменьшить-то? Не привык к интерфейсу. Хотя, владею навыками работы в 3D Maxi, в Solidworks. И вот такую плоскость мы создали, если вам видно. Вот. И значит, в этой плоскости мы можем перемещать вот этот вот лист в трехмерном пространстве сквозь нашу челюсть, так скажем. И на верхних, на верхнем экране у нас на правом появляется, и на левом, в нижнем появляются разные проекции. То есть, мы как бы просвечиваем и видим поперечный срез. Конкретно в этом. Чем-то это напоминает УЗИ, наверное. Я не знаю, как УЗИ работает. Вот, виден у меня один канал запломбированный, получается. Видны вот здесь. Я не знаю, будут ли видны врачи у нервы. Мои некрепкие нервы. Врач будет видеть. Вот, смотрите, у меня вот эта восьмерка, видите? Тут она чуть-чуть как бы сферически так появляется, искаженно. Она у меня растет прямо в корень семерки. Вот здесь тоже видно. И в этом вся проблема. То есть, дальше этот зуб у меня будет раздавливать. И ломать семерку. И закончится это все удалением двух зубов. Вот. А что мне больше всего... За что я больше всего переживаю? За то, что у меня эта восьмерка, она сидит в кости. И получается вот эта вот кость челюсти. Я не доктор, могу ошибаться. И здесь вот кость челюсти. То есть, это все надо будет как-то ломать. Как-то ломать и вытаскивать. Потому что там сейчас уже есть ощущение какого-то плавно подходящего звездеца. Вот. Потому что зуб растет, он все толкает вокруг. Растет он в десне. И, собственно, его не видно. Еще есть такая штуковина. По-моему, она вот так вот делается. Когда я могу здесь наращивать себе, что называется, мясцо. Видите? То есть, это то, как сканирующие лучи ходили по черепу. И что они нащупали разная плотность материалов. То есть, кость его достается на финише. Можно уменьшать, там уменьшать, уменьшать. И вот так вот их еще будет видно, где они плотнее. Не знаю. Вообще технология, конечно, очень бомбическая. Потому что это помогает врачу. Ну, блин, ну вот этот зуб такой огромный, конечно. Надеюсь, что выживу. Ну, всем вроде это делают. Больше. Ну, у кого есть такая проблема. Ну, тут еще, смотрите, есть такая фигня. Красавчик, вообще. Это ноздримы, получается, через них дышу. А это на рогайморовые пазухи. Короче, ужас. Ужас. Там идет нерв внутри челюсти, который в итоге может быть поврежден. И может пропасть чувствительность десны, щеки, участка лица в нижней части. И поэтому... Поэтому как-то так. Ладно, я сниму видео уже после, какая будет у меня рожа. Пообщаемся. То есть, если у кого есть опыт удаления восьмерок, пишите. Но все кошмарят этот процесс и говорят, что триндец.